Концертные площадки, флешмобы, конкурсы и подарки. Во Владимире готовятся к самому вкусному празднику лета. Уже в это воскресенье, 15 июля, наш город встретит Вишневый Спас. О программе праздника сегодня журналистам рассказали организаторы. По традиции Вишневый Спас будет проходить в Патриарших садах, на Спасском холме и улице Георгиевской с 11 до 18 часов. Ровно в 12.00 мы открываем этот праздник. В нижней беседке, около фонтана, не разделяя наверх и низ, мы решили сделать огромный, полный концерт, где участвуют все наши коллективы, который продлится с 12.00 до 15.00. Для гостей уже готовятся вишневые угощения, мастер-классы отремесленников, а также дегустации самой ягоды разных сортов. Всего произрастает в нашем саду 5 сортов вишни. Это родителева, сайка, бель, левенка. И мы восстанавливаем сорт Васильевская. И мы будем проводить дегустацию вишни, чтобы жители города познакомились, какая ягода вкуснее, чтобы они выбирали себе такие вишенки. Мы, в свою очередь, предоставим право всем желающим угоститься сортами вишни, насладиться. И как раз от нас в час дня, в три часа дня и в пять вечера будут организованы экскурсии для любителей истории, старины. Все экскурсии в этот день в историческом центре Владимира будут проводиться бесплатно на русском и иностранных языках. А музей устроит день открытых дверей. В Патриарший сад вход взрослым обойдется в 150 рублей, а все дети могут проходить бесплатно. Концертные и интерактивные площадки разместятся как в самом саду, так и на Георгиевской. Все это, по мнению организаторов, должно привлечь на праздники еще больше владимирцев и туристов. Я думаю, это только укрепит, усилит и оставит благовидные впечатления от нашего мероприятия, потому что оно действительно достойное, оно востребовано, и оно уже стало известно не только в нашей области и в соседних регионах, но оно действительно нравится россиянам, что самое главное. А когда нравится нам, тогда всегда нравится иностранцам. Главной изюминкой программы станет сюрприз с футбольным оттенком. Поскольку в этот же день в России завершится чемпионат мира, в культурной столице Мундиаля придумали необычную акцию под названием «Вишневый пас». Чтобы стать ее участником, достаточно прийти в любом карнавальном костюме и зарегистрироваться. В 15.50 все, кто хочет принять участие в этой акции, мы приглашаем вас быть уже там, непосредственно на Спасском холме, потому что мы устраиваемся праздничным шествием и отправляемся торжественным парадом по улице Георгиевской. С нами будет идти и символы чемпионата, это забивака, и символ города Владимира Нашилева замечательный. Сам пас отправится со смотровой площадки как символ эстафетной палочки в Катар. Именно эта страна примет следующий Мундиаль в 2022 году. Всем городом нашу вишню, символ и культурный столице чемпионата мира, и собственно такой символ нашего города, на футбольных мячах отправляем в небо таким вишневым пасом. Мы надеемся, что наша вишня прилетит в Катар и принесет всю культуру, все тепло и всю ту радость, которая была в нашей стране, в нашем городе. Собственно, в их страну и у них также замечательно пройдет чемпионат мира, как прошло это у нас. Праздничные гуляния будут продолжаться целый день и закончатся массовым просмотром на Георгиевской финала Мундиаля 2018. Валентина Мартынова, Александр Мажаров, 6 канал.